МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Курзомское телевидение. А значит, вы смотрите программу «Взгляд из Венсполса. События люди-мнения» в студии Татьяна Саксаганская. Десять лет назад в системе здравоохранения Талсенского края произошло знаменательное событие – открытие новой больницы, которая стала частью единой Северокурзомской региональной больницы. С этого момента начался новый стремительный этап развития этого лечебного учреждения. На юбилейном мероприятии собрались все причастные к этому проекту персоны. Талсенская больница, основанная 130 лет назад как частная организация с целью позже продать государству, пережила смену времен, менялась власть. Больница пережила не один кризис, но наперекор внешним влияниям постепенно больница развивалась. В начале 2000-х был разработан масштабный проект по реконструкции больницы, но в ходе очередной реформы проект был отложен. А тем временем здание больницы пришло в упадок, и надо было срочно решать его судьбу. Тогда Венсполская больница выступила с предложением объединиться. Проект был интересный тем, что они тут спорили, Талсенеки. Одни говорили, не надо, другие говорили, надо. Но в другом месте, я поехал, посмотрел то место, это голое поле, там только на создание инфраструктуры уйдет все деньги, которые нужны для больницы. Меня отказались от этого проекта, и смогли договориться хорошо с Министерством здравоохранения и с самоуправлением метался Мерсрокс и Роя. И тот ужасный уголок больницы, который был, он уже в давней истории. После объединения двух больниц и строительства нового здания началась новая веха в истории Талсенской больницы. Обжив новые помещения, медики продолжили неустанно думать о дальнейшем развитии, привлекать новых специалистов, закупать современное оборудование, стараясь в современных реалиях сделать так, чтобы жители края были обеспечены качественной медицинской помощью. За эти годы мы обжили здание, причем настолько, что иногда нам кажется, что кабинетов и других помещений нам уже не хватает. Нам надо еще больше. Мы развили отделение гемодиализа, расширили его. Амбулаторное отделение тоже расширили. Кабинетов специалистам не хватает. Все расписано строго по времени, кто принимает в конкретном кабинете. У нас новые фантастические коллеги, специалисты, резиденты, стипендиаты Талсенского края. У нас вчера было собрание, на котором мы обсуждали планы на следующие 5-10 лет. Направлений развития много. Но хочется и то, и другое. Но важно продолжить развивать те сферы, которые уже есть. На сегодняшний день в Талсенской больнице работают 160 человек. Из них 50 врачей и 90 представителей среднего и младшего медицинского персонала. В Талсенской больнице я начал работать вскоре после открытия нового здания больницы. Работаю где-то 8-8,5 лет. Сам я из Екопелского края. Научился в Рижском университете Страдани. И как это обычно происходит, резиденты общаются друг с другом. И одна моя сокурсница тогда работала в Талсе анестезиологом-реаниматологом. Так я и попал в Талсы. Мне хотелось видеть реальную ситуацию в медицине вне крупных клинических университетских больниц. В тот момент меня Талсы заинтересовали. Мне понравился коллектив, атмосфера. У меня создалось здесь ощущение семьи. Талсы намного меньше столицы, больница небольшая, люди более душевные и отношения в коллективе намного лучше по сравнению с крупными больницами. За 10 лет в Талсинской больнице удвоилось количество проводимых операций. В прошлом году было 700, а количество оказанных амбулаторных услуг возросло в 4 раза, достигнув отметки в 40 тысяч. Объединяя Талсинскую и Венсполскую больницы, мы думали о развитии, о том, что так мы сможем организовать услуги здравоохранения более рационально. Мы не конкурируем друг с другом, не дублируем лишние услуги, помогаем друг другу. У нас не только филиал в Талс, у нас еще амбулаторный центр в Кулдеге, также в Лепой оказываем услуги. География широкая. Да, не просто все это содержать, но в этом есть и много положительных моментов. Во время празднования 10-летнего юбилея строительства нового здания и 130-летнего юбилея создания Талсинской больницы слова благодарности звучали не только в адрес причастных к этому проекту должностных лиц, но и врачей, которые много лет служат Талсинской больнице. Например, стаж хирурга Яниса Шмидса насчитывает уже 50 лет. С началом осеннего сезона Венспольский комбинат благоустройства призывает жителей не выбрасывать садовые отходы в контейнеры для бытового мусора, а сдавать их отдельно. Бесплатно сдать зеленые отходы можно в пунктах сбора сортированного мусора по адресам якобы 47 и сегулдос 8а. Услуга действует с апреля по ноябрь. Принимаются фрукты, овощи, скошенная трава, листья, ветки и другие биоразлагаемые садовые остатки. Для удобства можно использовать мешки с зеленой маркировкой, которые предназначены исключительно для сбора листьев, травы и небольших веток. Приобрести такие мешки можно в тех же пунктах сбора или в кассе предприятия на улице Пилс-12. Вывоз зеленых отходов организуется по понедельникам, а заявки на вывоз принимаются до четверга. Заказать услугу можно по телефону 636-269-20 или по электронной почте vlk.advinspels.lv. Важно помнить, что вес одного мешка не должен превышать 10 килограммов. Жители Венсплса также могут заключить договорное обслуживание, что доступно как для частных домовладельцев, так и для многоквартирных домов и юридических лиц. Если на территории частного дома осуществляется компостирование, договор не обязателен, но необходимо уведомить предприятие, подав соответствующие документы. В новостях культуры мы расскажем вам о новой выставке художниц-авангардистки Айзарени, которая сейчас проходит в Венсплсе в замке Ливонского ордена. Выставка открылась одновременно с юбилейной экспозицией венсплского пленера живописи. Коллекция музея ежегодно пополняется новыми картинами, в том числе и крупноформатными работами Айзарени, которые стали достойным украшением музейного фонда. Выставочный сезон в галереях замка. Так называется цикл из четырех экспозиций, который в этом году открывает двери для гостей замка Ливонского ордена. Финальным аккордом цикла стала персональная выставка выдающейся представительницы современного искусства Айзарени. Художница, известная своими масштабными объектами и пространственными инсталляциями, успешно представляла латвийское искусство на международной арене. Теперь ее работы вступают в уникальный диалог с вековыми стенами замка, наполненного многолетней историей. Мы можем только догадываться, как работы Айзарени выглядели бы в нейтральной обстановке. Это очень особенное место. И эта выставка завершает сезон в галереях замка, которая была создана при поддержке Фонда культурного капитала. Здесь есть одна работа Венсплского пляжа. Так как Айзареня Айзареня три раза участвовала в пленерах музея. На выставке в Венсплсе под названием «Я, твоё дитя, земля» Айзареня продолжает развивать уникальный синтез примитивизма и собственной техники символической живописи, характерной только для нее. В ее работах доминирует синий цвет. В радуге есть два синего цвета – фиолетовый и ультрамариный. Здесь сверху светло-синий. И сине-зеленый. Этот цвет вот здесь, на этой чакре. Имя художницы Айзарени стало известно благодаря провокационным проектам 90-х годов, когда она вошла в состав так называемой группы нежных колебаний. Вместе с такими художниками, как Ева Илтнере, Сандра Крастеня, Янис Дмитревич, Дирц Мужникс и Эдгар Сверпе, они создавали крупноформатные арт-проекты, в которых практиковали коллективную живопись на глазах у зрителей. Я вижу, что Айя много писала в Венсплсе. Значимая латвийская художница Айя Зареня приняла участие в трех пленерах, организованных Венсплским музеем. Этой осенью в честь 15-летнего юбилея Венсплского художественного пленера в городе собрались известные мастера латвийской живописи. Они, как и Зареня, высоко ценят уникальные возможности пленерного искусства, несмотря на то, что практикуют это нечасто. Надо жить с тем, что нравится. Это гармония, которая раскрывает нас и показывает, кто мы. На втором этаже Венсплского замка Ливонского ордена представлена итоговая экспозиция пленера этого года. В течение недели художники черпали вдохновение в видах Венсплса – реке, море, кораблях и старинных улочках города. Моя работа не подчиняется работе пленера. Как правило, на пленерах люди работают на улице, вдохновляясь от местности. А я рыбой из Венты вдохновляюсь непрерывно. Уже 30 лет я рыбачу там постоянно. В 2010 году Венсплский музей начал традицию проведения пленеров в рамках курзанких дней искусств. С тех пор каждый год в течение одной недели художники собираются в Венсплсе, чтобы создавать свои произведения. Согласно правилам пленера, одно из созданных произведений художники дарят городу для пополнения художественной коллекции музея. В этом собрании можно найти и работу художницы Айи Зарине, такие как «Нарциссы», «Осенние грибы» и «Витнопорт», которые стали частью музейного фонда. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Предприятие Венсплсилтум синформирует, что 1 октября в связи с реконструкцией котельной по адресу Брюбес-38 на сутки будет приостановлена работа котлов и подача теплоносителя в тепловые сети будет временно прекращена. Остановка подачи тепловой энергии необходима для подключения новых котлов к общей системе теплоснабжения, что позволит обеспечить автоматическую работу всех существующих котлов. Планируемое время прекращения подачи тепловой энергии с полуночи 1 октября до полуночи 2 октября. В этот период потребителям централизованного теплоснабжения на левобережье будет недоступна горячая вода. Просим жителей закрыть вентили горячей воды на время отключения, чтобы избежать учета расхода воды счетчиками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...